Эдгар Дегар Эдгар Дегар. Он известен двумя вещами. Во-первых, он создал около полутора тысяч картин на тему оперы и балета. В основном это были девушки-танцовщицы. Во-вторых, французские газеты обвиняли его в ненависти к прекрасному полу, в отвращении к женскому телу. Женщины с картин Дега казались современникам неуклюжими и уродливыми. Справедливы ли эти утверждения узнаем сегодня, посетив выставку в Парижском музее Орсе. Это Досаев об искусстве. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте комментировать. В начале 70-х годов 19 века Дега впервые попадает в оперный театр Ле Пелетье. В 1873 году он сгорел и вместо него возводят помпезный, роскошный опера-гранье. Дега не принимает новый театр, продолжает писать ту свою старую оперу. Опера для Дега была творческим экспериментом. Создавая этюды и эскизы в театре, полноценные картины он писал только в своей парижской мастерской. Его не интересует красота и блеск рампы. Дега изучает и изображает изнанку оперы. Изображение музыкантов – это был первый эксперимент Дега на тему изнанки театральной жизни. В центре музыканты в оркестровой яме, на заднем плане танцовщицы, видны только их ножки. Танцоры почти не зарисованы. Детальная центральная часть – это групповой портрет конкретных людей. Дега обрезает холсты по бокам и сверху. Этот его фирменный прием – как бы первый стоп-кадр в истории живописи – художник будет использовать еще не один раз. Балет был очень популярен в эпоху Дега. На первый взгляд, балетный мир на картинах Дега красив и невинен. Однако изнанка французского балета 19 века была не так чиста и воздушна, как может показаться. Большие балеты исполнялись очень редко. В основном выступления балетных артистов сводились к интермедиам в операх. Это было соблазнительной передышкой для состоятельных клиентов, которые желали лицезреть обнаженные ножки балерин. Первое изображение танцевального класса Дега создал в 1871 году. У художника еще не было права бывать за кулисами, и модели приходили позировать в его студию. Эти этюды Дега адаптировал впоследствии для других композиций бесконечных танцевальных классов. Одного, второго, третьего, четвертого. В этих картинах перед выходом на сцену танцовщицы растягиваются, разминают мышцы, делают фуете, поправляют прически и совсем не обращают внимания на пожилого непреклонного балетмейстера. Успех балерин зависел не столько от таланта, сколько от социального статуса их покровителей. В новой парижской опере Дворце Гранье был создан роскошный огромный зал Фойе де ля данс Зал для разминки перед выступлениями. Этот же зал использовался как своеобразный мужской клуб, куда продавали абонементы, мужчины общались между собой и могли выбрать понравившуюся им балерину. Секс-бизнес был частью реальности танцовщиц. Именно эта секретная часть оперы очень сильно интересовала Дега. В картине «Литуаль» мы видим закрытие занавеса в конце выступления, когда танцовщица делает реверанс и покидает сцену. Полотно разделено на светлую и темную часть. В темной части картины позади балерины за кулисами стоит и наблюдает за ней мужчина в элегантном черном смокинге. Лицо его скрыто декорациями, цели его ясны. Такие зловещие мужские фигуры выявляются и в других работах Дега. Некоторые сцены мы видим как бы глазами этих персонажей из-за кулис, как, например, в картине «Ля Рито». Одно из самых известных изображений танцовщицы Дега создал не в виде картины, а в виде восковой скульптуры. Маленькая танцовщица в 14 лет. Статуя в натуральную величину при жизни художника была выставлена только один раз. Скандал, который вызвала эта скульптура, удержал Дега от того, чтобы выставлять ее снова. Изначально маленькая танцовщица была представлена совсем не так, как сегодня. Дега нарядил ее в настоящую пачку, лифт, чулки и пуанты. На ней также был парик с косичками, с зеленым бантом и еще одна лента, повязанная вокруг ее шеи. Позировала для нее Мари Ван Геттем, и она, вероятно, занималась оказанием услуг определенного толка, чтобы выжить. Ван Геттем исчезла из поля зрения вскоре после завершения скульптуры. Опоздав на репетицию, балет парижской оперы тут же ее уволил. Да, друзья, жизнь была жестока к французским артистам балета. Но Дега был к ним не менее жесток. Его черствость заключалась в том, что он требовал, чтобы модели позировали часами, испытывая дискомфорт в нужных ему искривленных позах. Танцовщица в фотоателье. Одна из многих написанных им женщин в неудобной позе. Девушка позирует фотографу, а не художнику. Угол, с которого мы на нее смотрим, не дает ей преимуществ. Это, так сказать, неудачный кадр фотографии, ради которой она старается. Можно видеть, как усиленно пытается она стоять на месте в своей эффектной театральной позе. В результате получается что-то искривленное и неестественное. Через такую живопись Дега показывает нам правду жизни балерин. Усталые ноги, ноющие пальцы, повседневная скука, годы тренировок и надежда на большие роли. В 52 года Дега пишет своему другу следующие строчки. Мне кажется, за исключением сердца все во мне стареет пропорционально. И даже в моем сердце есть что-то искусственное. Танцовщицы вшили его в сумку из розового атласа. Атлас померк, как и их танцевальные туфли. Однако искусство Дега и в конце жизни – это размышления и эксперимент. Тема этой картины вызывает много споров. Кто эти две женщины и где они? Две молодые дамы сидят в ложе, оживленно разговаривают, игнорируя представления. Это танцовщицы или, может быть, женщины из общества? Увы, этого мы никогда не узнаем. Как это часто бывает с работами Дега, эти дамы – лишь одна из пастелей на тему театральной ложи с видом на сцену. В других работах дамы со своими драгоценностями, веерами и биноклями внимательно концентрируются на представлении. Поздние пастельные работы Дега создают впечатление спонтанности. Они написаны так, как будто мы только что наткнулись на этих молодых танцовщиц, отдыхающих или измученных после тренировки или в репетиционной комнате. Как и раньше, большинство картин он пишет в уединении и спокойствии своей мастерской. Выстраивает композиции из готовых рисунков и этюдов. Девочки-танцовщицы стали навязчивой идеей Дега. Идеей выразительного повторяющегося движения. Движения самой жизни. Эдгар Дега известен нам сегодня как художник воздушных танцовщиц. Музей Орсе показал нам другого Дега. Мрачного, живущего между реальностью и собственными фантазиями. Дега в опере – это безжалостный и сварливый человек. Был ли он женоненавистником – вряд ли. Я не думаю, что секс для Дега был важен. Скорее всего, он был асексуалом. Более пристальный взгляд на картины, которые мы сегодня с вами увидели, показывает, что художник приоткрыл занавес с другой стороны, показав нам красоту через призму лишений и страданий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok